Это первые шаги трёхлетнего Казбека на пути к выздоровлению. Пусть пока мальчик, страдающий ДЦП, делает их с трудом, однако родители уверены, что недуг он сможет преодолеть полностью благодаря всесторонней помощи медиков и педагогов нового кабинета коррекции для детей с особенностями развития. Преподаватели тоже очень хорошо с ними занимаются. ЛФК, например, есть логопед, психологи, дефектолог. Мы ходили к дефектологу. Только-только начинаем разговаривать, правда, сначала лопотать, а сейчас уже говорим. Этот новый коррекционный кабинет открылся в Алмалинском районе города. Создан он усилиями городского управления образования при поддержке общественного фонда ДАРА. Здесь дети с особенностями развития получают квалифицированную и всестороннюю помощь. Дети – самое наше большое богатство. На самом деле такая жизненная ситуация, большое испытание для родителей. И с каждым может случиться в этой жизни. Поэтому государство, конечно, помогает. У нас социальное государство в конституции прописано. К выбору персонала для особенных детей здесь подошли также с особой ответственностью. В центре работают одни из лучших педагогов страны. Дети у нас с особыми потребностями. С детьми у нас занимается учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тифлопедагог. Для детей с нарушением слуха – сурдопедагог. Также у нас дети получают массаж. И с детьми занимается также инструктор лечебной физкультуры. Я работаю с особенными детьми. И моя профессия мне очень нравится, так как мы здесь учим детей коммуникациям, общению, пробуждаем в них интерес к жизни. Не это ли лучшая награда для педагога? Рассчитан центр на 70 детей. Занятия проводятся еженедельно на протяжении трех месяцев. Педагогический консилиум мы собираем в конце, на третий месяц перед выходом ребенка мы также собираем, все специалисты собираемся и дополнительно еще рассмотрим ребенка. Если все, тоже нарушение остается, мы продлеваем курс. В помещении создана абсолютно безбарьерная среда. Это и отсутствие порогов, и широкие дверные проемы, тактильные дорожки и даже указатели с алфавитом Брайля. К слову, только в этом году в Алматы свои двери открыли еще три подобных центра, что позволило существенно сократить очередь и охватить больше детей коррекционной психологопедагогической помощью. Также благодаря открытию подобных кабинетов создано 55 постоянных рабочих мест.